Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, приняла решение расстаться с парнем, собрала вещи и уехала. Были вместе чуть больше коли в начале отношений, я думала, что это моя награда. За всё плохое, меня так никто не любил, но потом, когда он год не мог устроиться на работу, я поняла, что это не то, это точно не могу принять. Каким бы идеальным он ни был, мне сейчас плохо, я боюсь, что больше никто не будет относиться ко мне так же и уделять мне столько внимания. Он никогда меня не обманывал, не предавал, но часто делал больно своими словами. Это были не оскорбления, но морально было очень больно. Большая часть ссор бывает из-за денег, из-за того, что меня не устраивало, что он не работает. Просто если мужчина не зарабатывает, медлит, ничем не занимается, толком я не чувствую себя родной девушкой. Как за каменной стеной. Мне очень важно это чувство, а сейчас я чувствую вину за то, что бросила его. Мы уже стали как родные, но я не смогла его принять. Объезжаю вопросы и скажу сразу. У меня было очень тяжелое детство, мне не хватало внимания. Мать меня убила, обзывала и унижала. Из-за этого к женщинам я отношусь по жизни стороной. Всегда хочется брать был мужчину, который обнимет, и я буду чувствовать себя защищенно и нужно. Вообще, кажется, у меня крыша едет, я сажусь с ума. Начала пить каждую ночь после работы. Работаю уже 5 недель без выходных по 12 часов за неделю. Заметиваю, что не хочется этого, потому что отвлекает от всего. Я не знаю, что делать, мне 20 лет. Ну, первое, что вам можно сделать, это, конечно, стимулировать свой запрос к психологу. Вот, это первое. Что вам, в принципе, можно было бы сделать? То есть, вам можно было бы сформулировать то, чего вы хотите от, ну, нас, да, от психологов. То есть, вы написали свою историю, конечно, и вы большая молодец, что это сделали. Но, хотелось бы, чтобы вы сформулировали свой вопрос. Вот. Чтобы мы понимали, какой, например, помощи вы от нас ждете и помощи в чем мы от вас, вы от нас ждете. Вот. Вот. Это первое. Второе. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что почему-то вы проблему своей безопасности решаете за счет другого человека. Ну, вы можете, безусловно, требовать от мужчины быть таким, каким вы хотите его видеть. Вы можете, ну, в качестве своей такой ценности выдвигать идею о том, что мужчина должен вырабатывать. Вот. Но это не может быть определяющим условием для того, чтобы вы чувствовали себя защищенной и чувствовали себя девушкой. Потому что это ваша личная ответственность. То есть только ваша личная ответственность является, является, вашей личной ответственностью является то, как вы себя чувствуете и какой вы себя чувствуете. Вот. Ну, сами подумайте, это же странно, когда, ну, ваше отношение к себе, ваше ощущение к себе зависит от того, как вот ведет себя там другой человек. Вот. И, собственно, наверное, с этого я бы и начал работу. То есть я бы начал работу именно с того, чтобы вы сами по себе себя чувствовали, ну, в неком таком, не знаю, постоянстве что-ли. То есть чтобы не было такого, что, ну, грубо говоря, человек работает, вы чувствуете себя хорошо. Человек не работает, вы чувствуете себя сразу не очень хорошо. Вот это же зависимость. То же самое, в принципе, касается и вашей защищенности. То же самое касается внимания, потребностей во внимании и так далее. То есть вы поймите, пожалуйста, что хотеть внимание, нуждаться во внимании. Это нормально. Мы все этого хотим. Но вопрос в том, что вам необходимо учиться это делать в настоящем, без обязательного наличия человека, другого человека рядом с вами. А сейчас, на данный момент, это обязательное условие. Вы сами пишите об этом, что можете почувствовать себя женщиной, девочкой, почувствовать себя расшищенной только когда мужчина работает. Понимаете, да? То есть вам, ну, в данном случае получается не столько важна сама личность мужчины, сколько вам важно, что он делает. Понимаете, понимаете, да? И из-за этого, конечно, вам сложно выстраивать отношения с мужчиной. И отсюда из-за такого конфликта, из-за такого, ну, может быть, способа решать проблему. Я имею в виду, ну, проблему ваших потребностей, например. Из-за такого способа вы и воспринимаете человека как ресурс. И тебя, вероятно, тоже воспринимаете как ресурс. Что, конечно, очень негативно сказывается на отношениях. Ну, не может быть в данном случае по-другому. Следующая, обязательно, история. Это, пожалуй, то прошлое, которое у вас есть. Тяжелое детство, проблемное детство, ну, травмирующее детство. И этот момент тоже необходимо прожить. Сделать его менее для вас травмирующим. Вот, потому что сейчас этот момент для вас очень тяжел. То есть, ну, очевидно, что у вас это болит. Очевидно, что у вас это грезет. То есть, вы даже называете отношения как бы наградой за все это плохое, что у вас был в жизни. То есть, вы ждете по-преднему какую-то компенсацию. Вот. За то, что вот в вашей жизни происходило. Ну, не лучшее, опять же, решение, потому что вы здесь чувствуете себя жертвой. И вот то, наверное, с чего бы я начал все-таки, это, пожалуй, с вопроса личной ответственности. Вот. То есть, принятие личной ответственности за то, что происходит в вашей жизни. Вот. Это крайне важный момент. Да? Вот, пожалуй, такой ответ можно вам дать. Ну, а дальше работа с самооценкой. Вот. С воспитанием в себе, с замечанием в себе, ага, как бы, своей значимости. Собственно. Собственно. То есть, обращение внимания вот именно на свою значимость. На свою важность. Для этого вам необходимо обращать внимание как раз, как раз таки не на другого человека, а на себя. Вот. Именно на себя. На свои реакции. На свои чувства. На свои переживания. На свои чувства. То есть, там все обращаться с ними. Размещать их в, ну, вот, в контакте, да? Вот. И так далее. И так далее. Вот это очень важный момент, как мне кажется, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Вот, в принципе, то, что я бы вам, ну, я бы вам, значит, то, что я бы вам сказал бы сейчас. То есть, мы, мы вам сочувствуем, я вам лично сочувствую, да? Ну, не знаю, холмом, вот это вот или кое-что, но я сочувствую вам. Само, в общем, показалось, что я думаю, что чувство вины, которое вы испытываете, связано, краски, изначально, с тем, что вы не на тех, эм, основах устраивали, эм, отношения. Вот. И действовали, соответственно. Что же? Не на тех основах. И как результат, получилось вот то, что получилось. Вот. Вот. И ваша задача, да? Вот. Себя не обичевать, как вы это делаете сейчас, а признать, что действовали вы, ну, немножечко, вот, как вам казалось, в своих интересах, а по факту не в своих интересах. Ошибались. Ну, ошибались. Вот. Ошибались. И, соответственно, эм, переструктурироваться, вот, вот. А, отыскать немножечко, вот, ваши ценности, ценности, которые у вас есть здесь, полномерно их продвигать. Что является, эм, абсолютной нормой, нормой. Но именно, чтобы продвигать, защищать, отстаивать, а не то, что описываете вы. И для этого вам нужна помощь. Эм, также у вас, э, естественно, э, прослеживается тема такого обесценивание себя довольно серьезно, ну здесь как бы вряд ли может быть по-другому, ну совершенно очевидно, что по-другому не может быть, вот тоже нужно работать с принятием себя, потому что сейчас вот есть что-то, что вы как бы себе не принимаете, к сожалению, это чувствуется, вот и, соответственно, нельзя меня обратить на это тоже внимание. Вот то, что я хотел бы вам сказать сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своего опыта, с точки зрения своего подхода, который я продвигал. Желаю вам удачи, всего самого доброго, обращайтесь обязательно за помощью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.